И снова здравствуйте, дорогие друзья! Возвращаемся на вторую карту Immortals TSM, битва за квоту. Кван и Ленину микрофонов! Да, привет всем! На первой карте на Мираже тяжелейшую победу всё-таки одержали Immortals. Ну и сейчас их собственный пик, карта The Cobblestone, на которой они уже устанавливают бомбы. При ситуации 2 в 2 Лукас забирает Десси и ФНС в клатча. Но тут магическая парочка, Хейни и Лукас, скорее всего, не оставят шансов бедолаге ФНСу, который, в свою очередь, может задефить в смоках, если получится откинуть ту самую дымовую шашку. Но, киты у него есть, начало хорошее, тем не менее, с Лукасом он не справляется, и это 1-0. Заглушили бразильские братья оборону команды TSM, к слову, вновь меньшинство. Взяли Immortals, как на карте Мираж, так и на Cobblestone, у них весьма-весьма неплохо получается отыгрывать клатч-раунды. Итак, тем не менее, TSM не теряются, они делают фурсбай, у них 3 вторых армора, не закупился армором только Сэмфис он снайпер. Сик, кстати, играет на скауте. Попытка укрепить базу B, если на карте Мираж более-менее TSM угадывали, то тут все-таки мимо кассы. Ну и для Сэмфиса здесь тоже мимо кассы, конечно, Лукас его штрафует, это отличный хедшот. Ну и занятие точки, в общем, комментировать каждый фраг, наверное, здесь смысла нет, здесь важно понимать ситуацию в целом. И ситуация такова, что у Immortals 5 игроков против 4 у TSM, уже установленная бомба, и Фелпс, который заходит соперником в спину, посмотри. Ну да, вроде бы контролируют карту, хотя вот двойная подсадка балкона не оправдывается, только лишь Фелпс вновь выравнивает шансы. Ну, нет, как-то не развернулся Реликс. Ну вот ты знаешь, если бы не Фелпс, то может быть, это выбивание от TSM могло бы иметь место. Все же мы видели, размен от команды TSM был, и ситуация 4 в 4. Даже, наверное, немного плюсовая была, я вот как-то потерялся. Ну вот эта двойная подсадка вообще не сработала у Immortals, уверенность была, а вот что-то им подвел. Ну да, и Десси молодец, ситуация реально была 4 в 3, если бы Фелпс не заходил в спину, как мы уже и сказали, наверное, TSM смогли бы. Такой прикольный пролетик, показали нам еще Immortals и в пятером бежали. Ну пока Immortals давят, вновь какая-то у них супер агрессия, супер уверенность в себе. Укрепление точки B от команды TSM, сели они там в пятером, и все равно не помогло. Ну вот, как не... Ну помогло сделать два минуса, это в принципе для экономического, для полного экономического тоже достаточно важно. Это можно назвать в каком-то смысле даже успехом. Все-таки трех, точнее двух бразильцев заставили заново закупаться. Хотя они бы, наверное, и так не закупались, бегали бы с фармганами. У Сэмфиса появляется АВП. Ну а ВП мы видим и у Хейни сразу же на четвертом раунде. У нас планируется потная зарубка, и конечно же TSM отыгрывают раунд за два первой девайсной в обороне. Ну да, для Immortals было бы просто прекрасно забрать его, чтобы отжать и пятый, и уже обеспечить себе при выигранной первой карте отличный плацдарм на второй. Но вот, знаешь, любопытно, защита TSM была достаточно сумбурной. Будет ли такая же защита на Кобблстоуне? Пока вроде бы нет. Пока вроде парни с укреплениями на ЭКУ угадывают, и сейчас не делают какой-то ерунды. Мы видим, стоят по дефолту, все хорошо, и Immortals тоже не спешат. Вообще вот характерно для любого первого девайсного, наверное, на карте, некая такая медлительность и попытка прощекать соперника. Да, зачастую мы видим все-таки осторожные действия от команды в атаке, ну а деф зачастую стоит просто там 2 плюс 3, 2-1-2, чтобы максимально быть готовы. Ах, оставили дугу без внимания, и с Эмфис вот опять ситуация снайпер на снайпера, которую выигрывает Хенни, Болтс вроде выпрыгивал, но ФНС занял упорную позицию на яме, что дало ему возможность сделать даже 2 минуса, правда не помогло. А что ж забыли-то про дроп-рум сейчас TSM, Сик уже побежал хилповать, Рейликс думал, что все хорошо, никого тут нет, и Фелпс отличный дабл-кил делает в раунде. Ну вот уже второй раунд он этим занимается, опять дроп-рум, снова о нем забывают. На к дуге тоже не готово, в общем пока вот вроде я сказал, что все стандартно, но почему-то не обратил внимания на то, что дугу-то по точке Хенни кто реально не контролировал. И Хенни просто вышел оттуда, еще же подождал, Сэмфис бегал туда-сюда, там коннектор, яма, открылся, чтобы прощекать дугу, и на тебе позиционные преимущества у снайпера соперника. Ну как бы в целом вроде бы оборона смотрится неплохо, но вот эти микро-проблемы выливаются в проигранные раунды для Team SoloMid. Ну судя по опыту Миража, ждать какой-то супер отыгровки именно в дефе, наверное, не стоит. Ну да, сейчас Фелпса немного штрафанули, минус 99. Немножечко штрафанули. Но тем не менее фрага не было, Лукас обеспечивает энтри все-таки для бразильцев, ну и Зевс таранит Бе Базл. Ну здесь есть игрок в курятнике, в общем если курятник не прочекают, если о нем забудут, все может, ну не то чтобы это поменяло прям ситуацию, но с Эмфиса Деси нет, все же параллельно друг к другу. Опять-таки кидают два хэдшота, Сэмфис, играя из Чикинхауса, забирает Лукаса, а вот это уже опасный момент, два в два, пусть арморов у ТСМ нет, но зато есть два калаша. Да, бомба-то, как мы видим, осталась именно в точке Б, Сэмфис тут может просто отстреливать, но нет, все-таки Болт сконтролит прицел. Деси последний, кстати, по нему инфа была. Закидывают ХАЕшку, правда не туда немного. Ожидали, что Деси, наверное, уже открылся из коннектора, занял какие-нибудь упорные позиции за кубом или за камнем, но нет, он сидит, ждет ответных контрпушей со внутренней стороны. Довольно грамотно, кстати, действует. Да. Но еще грамотнее было бы сделать подсадку для Имморталс, а вот слушая стрим, не надо, братан, такое делать. Нет, нет, подсадки, конечно же, не было, Деси попадает под перекрестку. Ну и, казалось бы, его, ну, совершенно оправданные действия в итоге не перенесли ничего хорошего. Хотя, сыграя Имморталс иначе, может быть, и смог бы он нажечь в этом раунде, но 5-0. И при этом 5-0 Имморталс получили за сколько минут? За 6-7. Очень стремительная атака, нам показали маленький повтор от Сэмфиса. И вновь, казалось бы, хорошая позиция, но это не приносит раундов для американцев. Второй девайсный, буквально с корабля на бал. Два ВП. Ну, два ВП, это хорошо. Для команды ТСМ, по крайней мере, хочется в это верить. Где же у нас играет Сэмфис? Теперь он, так, будучи седьмым игроком, точно уже играет на Б. Второе ВП в рукаве, это ФНС, он там один. Отвечая за базу А, ну а Имморталс не изменяют себе, идут снова таким ударным кулаком именно в Б. Ну и натыкаются прямиком на Сэмфиса. Сика, правда, тут же разменивает Хеннис. Сэмфис допускает тяжелейший, на самом-то деле, промах. Хенни разменивает Десси. Очень хорошо играет с плента, тем самым вводя свою команду в численное преимущество, но ненадолго. Ну что же, Хенни, квадрокилл. Постарался снайпер бразильцев сейчас не на шутку. Ну и Зевс, ветеран, один на один. А вот он, тот самый момент, когда Зевс должен проявлять себя в роли игрока. Это клатч-момент, один в один, и в такие моменты проявляются игроки. Зевс, правда, смотрит не туда, его просто обходят спину на шифте, и это 5-1. Явно потерялся. Да, при этом ФНС очень глубоко уже обошел. То есть он не просто там из-за угла словил тайминг, он грамотно прочитал действия соперника. А Зевс почему-то вот в ближний угол уперся и даже не догадался, что может быть спина. Ошибочка. Да, которая стоила раунда команди Мортал. Несмотря на героические усилия Хенни, все-таки 4 минуса обеспечил этот товарищ. Не смог у Зевс закрепить его успех. И снова быстрый выход, снова сплитом. Зевс играет на П-90, его тут же принимает Десси, которого разменивает Болтс Фелпс. На внутренней стороне Кубас забирает Сика. Но Реликс отвечает довольно быстрым разменом. Снова качели по фрагам у нас именно под базой Б. Ну что, 2 в 2. Ну и хорошо, да, открывается Болтс. Болтс сейчас должен забирать ФНС. У ФНС отличная позиционка. Хенни 1, он прыгнул. Его прекрасно слышал. Игрок за Кубом должен был слышать. Ну и понятно, манцуется он ровно по таймингам. Уходит за Куб. Ах, пятки аж сверкали, но и смог. Ну прям все против Хенни. Бомба потеряная на планете Б. Ну можно, если обойти, да-да, через окно, как-то сыграть от Камня сейчас Хенни. Все-таки бомба-то под Б. Да и времени много. Все же минута у него в копилочке. Открывается из дверей. ФНС на внутренней стороне. В общем, все игроки ТСМ играют в первую очередь под бомбу. Хватили реакции. Хенни хватило! Охватило Хенни реакции! Вот так! Вот таков этот бразилец! Вот так вот нужно играть со снайперской винтовкой. Но 2 хп, конечно же, здесь только ошибка могла помочь. И Сэнфис допустил эту ошибку. Да, он вышел на прицел. Просто не повезло по таймингам. Вот опять, Хенни это, наверное, бразилец. Дорога, которому в СК тоже открыто. Да, отличная работа. Это великолепно попадает. Как-то бразильцы, я не знаю, СВП в руках, что ли, рождаются. У них очень сильные снайпера. Три сильных бразильца, это же жесть. Где еще столько снайперов такого уровня? В Дании. Ну, может... В Дании, да. В Дании вообще сейчас три топ-команды. У них сцена на подъеме. Главное, Астралис научится не только из группы выходить. Да, здесь с тобой полностью согласен. И так, нет бай у команды Immortals. Они вчетвером находятся на лонге. Сэмфис в блайнде. Он пропускает своих соперников. Вот так вот начинают этот отраунд бразильские игроки. Правда, сик. Но с трактором нет. Это не важно совершенно. Три в одного. Очень быстро. Даже вот нет смысла комментировать. Все быстрее происходит. Да, действительно, обороты набрали бешеные сейчас Immortals и задавили таки вновь Б-плэнд. Также можем подметить, что Зевс, подобрав АВП от своего соперника, сделал даблкил. Мы его немного критиковали, но сейчас он классно сыграл. Ну, критиковали по делу, хвалим тоже по делу. Вот так вот сделал. Не обижайся, Зевс. Все хорошо. Все нормально. Здесь важно понимать, важнее, наверное, даже понимать, что у ТСМ денег нет. А седьмой для Immortals в атаке это тоже опасно. Я уверен, что Хенни в защите будет зажигать с не меньшей силой, чем атака в атаке. Действительно радует нас своей игрой. Даже на порядок больше сейчас фрагов. Какая-то суперрезультативность на Коблстоуне. Но вот ТСМ вновь летят. Возможно, сейчас стоит пораньше тайм-аут взять. Просто рашат бразильцы, Б выходит, и никто ничего не делает. Жесть. Вообще, вот как мне нравится эта связка Лукас плюс Хенни. Ведь Лукас тоже не выпадает по стрельбе. Он, ну, там, практически всегда один из лучших. Можно сказать, кэри свои команды. Это действительно может стать такой своеобразной сенсацией. Сик. Но отличный ваншот по Зевсу. Здесь нечего говорить. Лукас очень... Потом попадут в разные команды, как в блокбастерах. Будет ситуация. Врат на братах. Главное, чтобы не закончилась, как вот история с Досей и Фоксом. И уже давно вместе не играют. Очень-очень жаль. Мне кажется, приятно зрителям, когда, вот знаешь, братья, еще и близнецы играют вместе в команде, вместе выигрывают. Это такая история. Сказочная история. Так и есть, так и есть. Но вот Immortals потихоньку врываются уже на супер-топовый уровень. Для начала нужно забрать слот на второй сезонной лиге. Такое неловкое молчание. Я просто думал, кто это? Это просто рандомный тип какой-то из Твиттера? Или это известный, может, какой-то североамериканский парень? Широко известный в узких кругах американский парень. Ну, написал он, что смотрит Елик. Вообще, у Елик это тоже такая фишечка. Они рандомные твиты отправляют в эфир. Ну, такое, знаешь, интерактив общение с пользователями, со зрителями. Это хорошо. Скажем так, это лучше, чем без этого. Наверное, сформулируем так. У ТСМ еще один Эко снова справляется с этим Фелпс. Вот по сравнению с Миражом, по-моему, у Фелпса Кобблстоун идет намного лучше. Намного результативнее. Он отыгрывает именно свою роль. Ну, все-таки не зря Иммортал взяли карту Кобблстоун, но, видимо, здесь они максимально в себе уверены. Ну, вот смотри, что это такое. Вот просто заходит на шифтах коннектор в спину, бреет двоих, которые тупо сидят и ждут дропру. Причем забавно, что это именно Фелпс. Именно этот парень обычно оказывался в окне, и про него забывали. Но он говорит, ребята, там есть еще один проход. Сейчас его вдвоем ждали в окне, он обошел в спину. Ну, ты подумаешь, что за бразильская магия. 8-2. И все плохо. Все плохо у команды ТСМ. Вот он повтор. На что они рассчитывали вообще? Уже бомба стоит на Б, уже там трое они стоят. Нет, вообще их можно понять. Бомба только была установлена, и не ожидали ошибки от соперников в дропруме. Ну, то есть они предполагали, что будут ожидать перетяжки в коннектор. Об этом позже, потому что сейчас... Ну, бразильцы решили втроем в дым под одну флешку. Что это такое? Ну, тут уже чрезмерная самоуверенность. Наверное, где-то рассчитывали на укрепление Б. Имморталс, потому что ходили они именно туда постоянно. Тоже логично. Все-таки мы помним один из девайсных раундов. Когда-то СМ действительно стояли на Б в четвером, а снайпер контролировал дугу. Вот, ну, карман на точке А. Да, наверное, думали, типа, откинули дым в яму и убежали. Но тут не так все просто. ФНС отлично. Кстати, трипл килл получился. Ну, идеально. Тут, может, и получилось бы, не используя Морталс. Но настолько ранние тайминги. Все-таки прям вот так на морозе врываться. Это редкость. Но попробовали, не получилось, и черт с ним. Теперь раунд 2 в 5. Зевс плюс Хенни. Ясно, что вариантов немного, при том, что точка укреплена. Но делать-то что-то нужно. Навряд ли будут сейвить. Все-таки уже есть 8 раундов. Вроде бы все получается. Да, пойдут переться. Зевс находит лохипового ФНС. Ну, достаточно просто. Колзара обычно играет в этой позиции на дуге. Поэтому Зевс, наверное, был к этому готов. По-прежнему два игрока остаются защищать точку А. Сик и Реликс, они уже должны понимать, что это А. Идут все-таки на шифтах. И вроде бы даже успеют. Как мы видим на змейке Реликс. И только-только Зевс занимает конюшню. Ну, Зевс проходит. Десси пока прячется в смоке. Неплохо для Зевса, на самом деле. А, в смысле вот так вот, что он проходит. Да. Вот это да. Но Реликс заходит в спину. Для Реликс это неплохо. Это просто изи-фарм по снайперу, который пытался развернуться. Будем откровенны. Зевс под шквальным перекрестным огнем. Ну и, конечно же, Сэмфис на выпаде забирает его. В общем, раунд этот командой Имморталс был проигран после трипл-кила от ФНС. Все мы это понимаем. И бразильцы это тоже понимали. Вот она, бразильская казнь в яме. Причем, довольно странно, доигрывали Имморталс. Под конец у них было 13 секунд. И Хенни еще даже из ямы не выпрыгнул. То есть, ну вообще, на что там был расчет? Ну как, на ошибки. Ошибки ТСМ, знаешь, кто-то там пошел под прицел и умер. Вот так вот Зевс где-то открылся, на дугу, оп, соперник тоже умер. Вот такая ошибка может только быть. Хаешка под самого себя. Нормально. Реликс дает первый минус. Бомбу в яме. Тут у нас решили помудрить Имморталс. Типа фейк на Б фастома, бомба в яме. Но вот первого потеряли и все. Опять поджимов никаких нет. Действительно ждут. Как-то их вот попустила неудача в предыдущем раунде. Неудача в миде. Здесь они подходят к раскидкам довольно основательно. Такой вот дальний смачок, чтобы беспрепятственно пройти. Окей, никого нет. Где же у нас играет Сэмфис? Сэмфис играет на дуге. Тоже оттуда потихоньку отходит. Пока остальные игроки команды Имморталс пытаются сплетануть с дропа коннектор. Лукас все-таки прорывается на точку. Находит еще и Реликса. Даблкил абсолютно сейчас непонятно. Он еще Десси сейчас заберет. Как играет Лукас? Он просто богоподобен сейчас Сэмфис. Отыгрывает как-то непонятно. Абсолютно это приносит ему минус. Хороводы водил вокруг Вуда. Сик также забирает Лукаса. Зевс 1 снова суперклач. Ну что же, у Зевса есть абсолютно вся информация. Находит Сика и зажал-таки. Ага, где последний? Последний на Вуде должен быть хэдшот. Чем Сэмфис занимался? Он вышел, Зевс вроде как перед ним. Он не стрелял почему-то. Была инфа, что лоу хп достал пистолет давить, но непонятно. Ну и конечно момент с Лукаса. И вот посмотри, сделав два минуса, он не ушел на коннектор. Он развернулся и попытался третьего. Который потенциально, да, который потенциально врывался бы, смог ему спину тоже забрать. То есть Лукас отыграл в этом моменте как царь. И ну вот пока они с Хеней действительно основные. Наверное основные кэри команды Immortals. С 9-3, снова отсутствует экономика у ТСМ. Беда. К сожалению, американцы не могут какой-то стрик оформить. Постоянно одинокие раунды, постоянно проблемы с экономикой. Ну и начиная со врыв, Деси, кстати, и энтрифраг сделал. Сиг, болтс. Опять же наткнулись на укрепление точки Б. В этот раз, по-моему, Immortals уже ничего не поможет, да. Зря они, понимая, что у соперника нет денег, вот так вот быстро на ранних таймингах пошли через этот лонг на точку Б. Да, кстати, обратите внимание, финансы закончились у Immortals. Очень не кстати, потому что половина вот-вот закончится и денежек нет. Так, вот он повтор. Деси справился. Чуть ли не в первый раз на самом деле с Фелпсом. Ну и тут уже, как мы видим, как-то застопорилась атака. Да. Интересно, что всего лишь один вот такой проигранный раунд смог заруинить, разрушить полностью экономику Immortals. У них бай на последние деньги. А в следующем тоже будет на последний. На самом деле, следующий будет последний. Снова десант. И очень осторожно играет Деси. Со вторым даже стреляться не стал, понимая, что у второго соперника побольше шансов. Фелпс. Ну, до 20 хп сам себя накраснил. Аркада отчаяния была в его исполнении. Ну, Лукас, правда, не сдается. Ну, недолго музыка играла. Лукас последний. Один в три. Ну, посмотри, как он раздает. Господи, ван тап, ван килл. Двух забирает. 25 хп. Но повесил он еще два хедшота. И, пожалуйста, десятка для Immortals. Он использует смоки, как настоящий профессионал. Запрыгивает на ящик. Пытался прострелить внутреннюю позицию куба Найстра. И, конечно, Лукас здесь винить не в чем. Он сделал абсолютно все, что мог. Классно, классно отыгрывает Лукас. 18-9 его личная статистика. Ну, и вот он повтор. Пас тремя справился. Но вся его команда рассыпалась. Третьего классно. А что же нам не показывают последние фраги? Ну, ладно, Rush B классический. В любой непонятной ситуации Rush B. Ну, здесь уже, правда, под гранатки, под смоки. Еще и молотов такой. Вот, видишь. Побежали бы сейчас пушить Б. Сгорели бы. Зевс бы сгорел. Но здесь интересно, что парни не палятся. Они вообще ничего не откидывают. Хотят на шафтах пройти максимально возможное расстояние. Чтобы вот так вот подловить Сика. Правда, Сик все-таки дает хэдшот, забирает второго. Но нужно было забирать Сика. Тогда, возможно, раунд был бы взят. Да, как-то залетело у Сика. Это была сумбурная просто зажимка в его исполнении. Но хэдшот был. И мы видим шестерка в дефе. Неплохо. С учетом ужасного старта у ТСМ. Шесть раундов. Да, на фоне старта это хорошо. Но здесь мы видим Сэмписа согнали с трона. Теперь он лучше только по одному показателю. Количество смертей. Вместе с Сиком по 11. Да, Сик вырвался на лидирующей позиции. Ну и, конечно, тот самый Лукас показывает феноменальные результаты у Immortals. 9-6. Но тут вопрос одной пистолетки на самом-то деле. И ТСМ укрепляют Дэси, Тэком, Армором. И тоже идут, кстати, на Б. Ох, фишечка Фнатиков. Наверное, Фнатик. В большинстве случаев вы ее делали. Десант от Дэси. Да, Зевс. Все-таки смог, кстати, его забрать. Вот ту самую движущую силу. Сделал очень важный фраг. Зевс сейчас расчет на Аим от Болдса. Довольно забавно. Они просто мимо пробегали сейчас. Но Болдс находит первую голову. Сик. Отстреливает Аки Болдса. Кстати, второй игрок с Армором. И он подобрал тег. Все грамотно. Оп. Еще один минус от Сика. Тоже хэдшотом. Хенни спалился. Теперь принимать его будут три ствола. Пока ФНС просто сидит за ящиком. Остальные тиммейты заняли упорные позиции. Ну и что? Три супер хэдшота в стиле Майки Леля. Тут грамотно со всех сторон стояли ТСМ. Не стали выходить на одного Хенни. А Хенни, кстати, именно этого и ждал. Ну что мы видим? ТСМ готовы бороться за вторую карту. Тут счет все-таки будет, наверное, таким же близким. Да. Но все же это была пистолетка. И здесь важно дождаться первого девайсного от обеих команд, чтобы уже точно понять, что же такое у ТСМ вообще с Коблстоуном. Как у них дела обстоят в атаке и так далее. Но сейчас Форсбай совершенно характерный для команды Имморталз. Ну, тут у нас у Имморталз есть задумочка. Мы видим хаешки на длину. Лукас находит минус. Хаешка под ноги Десси. Какое неудачное начало раунда от американцев. Действительно неудачное. И Хенни уже в змейке. Ой-ой-ой. А вот Хенни-то здесь может и зажечь. Даже если никто не пойдет непосредственно по лестнице ФНС. Ну не прочекают его. Прочекал, лол. Прочекали. Сик. Молодое дарование на самом деле. Прочекал. Не, ну с такими прочеками молодое. Дарование, да. Тут не поспоришь. Хотя по ХП у ТСМ все по-прежнему намного хуже. При этом успевают Имморталз сместиться на точку. А там они вдвоем. Третий на подходе в коннекторе. Еще и хаешка какая влетает под Десси. 11 и 14 ХП. Отличные хаешки в раунде на самом деле. Прям наносят очень много дэмэджа. Ну что, бомба выходит именно под Б. Тут Лукас. Оп, первый есть. Второго вычисляет. У второго 36 ХП тоже можно ваншотнуть. Но Лукас промахивается дважды. Тут же перестраивает свое внимание на дропрум. Там тоже попадает по ФНС. У Фелп страхует. Сбирает Реликса. Минус. А Десси. Важно не дать. Второй не дают все-таки. Ему второй и десятый. Форс Байраунд уходит команде Иммортал с ТСМ. Ты видел, как вовремя они, казалось бы, ушли с точки А обратно в точку Б. Хотя, казалось бы, именно под Б они изначально и хотели разыгрывать раунд. В надежде, что, ну, бразильцы просто не успеют этого понять. И бразильцы реально не успели. Но первым забрали красного игрока. И дальше все уж как-то пошло само собой. Проблема была в том, что на Б сидел Лукас. У него там 21 фраг. И даже дегла ему оказалось достаточно, чтобы принять всю команду ТСМ. Теперь уже у американцев форсированная закупка. И вопрос, смогут ли они ответить так же яростно. Ну, если не ответят, будет беда. Счет будет уже 12-7 для Иммортал. Это уж будет отлично. Понимаете, пока на лонге два игрока. Попадают по Сэмфису, прежде чем он даже сделал выстрел. На тот момент, когда Сэмфис выстрелил, бразильцы уже испарились. Просто Слонгес, Плацдарма. Интересное начало. Да, ТСМ пытается действовать медленно. Ну, а вот Иммортал со своими фармганами пока что контролирует позиции. Единственный вопрос в Хене. Его там могут зажать с двух сторон. Он один, мы видим, под базой А. При этом стоит, не сказать, в открытую. Но не отпустит его уже назад. Вот так вот! Сик! Что за хэдшот? Ну, да, казалось бы, отпускать его здесь не должны были. Не отпустили бы. Ну, а хотя бы один минус. Мы от него ждали. Не смог он этого сделать. По болцу тоже попал Скаутист. Это тот самый Сэмфис, которого добил Сик. Для Сика это уже даблкил. Ну, да. Тут, по-моему, ответным форсбаем попахивает. Ретейк от Имморталс, конечно, будет. Но они в меньшинстве. Ну, тут Зевс решил просто с магом врываться в флэн. На такой дистанции. Ну, да. Ну, здесь просто дальняя позиция. Он, может быть, ожидал, что ТСМ тупо будут тусить на точке Ай. Он их подстреливает по одному. Но нет. Ответный форсбай от ТСМ. Как бы намекает на то, что легким Коблстоун не будет для Имморталс. Несмотря на то, что эту карту они пикнули сами. Да, интрига сохраняется. Видно, что и на Мираже, и на Коблстоуне обе команды готовы показывать свой максимум. И вроде бы у бразильцев поярче Коблстоун. Но вот счет 10-8. Мы, скорее всего, увидим такой экономический раунд. Именно у бразильцев. И это, да. Прям включили на табуляцию. 1400. Да, это будет Эко. Ну и повтор. Сик. Именно он является движущей силой команды Team SoloMid. Именно его фраги зачастую ключевые. Ну и тут, наверное, такая битва характеров. Лукас у Имморталс и Сик у ТСМ. Кстати, не делаю ТЭКа. Довольно странно. Решили как-то на принципы идти Имморталс. Ну, они поняли, что если уж один Форс у них зашел, почему бы не зайдет и второй. Почему он не зайдет? Ведь есть и два Кольта, и Макс 7 того же Зевса. Который, ну, если будет играть в друпруме, то по сути и разницы нет. У тебя Мак или какой-то другой девайс на руках. Если же ты сделаешь минус, уже будет нормально. Тем более на фоне бая ТСМ, Форс Имморталс тоже не выглядит таким плохим решением. Посмотри, у тех один Скаут, два Трактора и тоже два Калаша. Ну, тут довольно скользкий момент. Понимает ли ТСМ, насколько плотная там закупка? Потому что особенно никто не палился. Да, откинули там варку, пару гранат, но Имморталс-то с кольтами сидят. Ух, ну чувствуют подвох ТСМ. Решили вот так вот объединить усилия, собраться в единого супер Битлборг-робота и Аркадий Дьямо. Там один Хенни. Конечно, он жесткий, но он один. Нет, но сейчас он не занимает ближние позиции, уходит обратно. Пока игрок в коннекторе байтит на себя внимание, Десси пропускают. Он тут же уходит в пристройку, ему под ноги влетает молотовый тиммейт, который, ну, конечно же, был откинут для того, чтобы никто вдруг в кормушку не прошел. Фенес ждет выхода в спину и раз в лапку. Ну-то там три фрага за секунду сейчас. Вот команда ТСМ, Зевс последний, ну, тут уже, да, пытается убежать. При этом топает очень жестко, Десси может за ним погнаться. Ну, скорее всего, погонится. Какой смысл давать ему сейвить этот кольт, который может сыграть следующим? Для себя экономика здесь уже не будет играть. Прямо такого супер жесткого значения Зевс. Ну, в одной очереди вырубает Десси, затем ответка от ФНСа 10-9. Вот и такое тоже случается. Тут три бразильца в секунду у нас произошло. Реликс двоих нашел в этом замесе. Не теряются ТСМ, это, в принципе, позитивный знак для фанатов американского КСа. Так, ну это был уже второй подряд проигранный. Сейчас, значит, за слив дадут 2 400. Будет плохой бай у Иммортал в следующем раунде. Вот это результат неудачных решений в плане фурсбаев. Пошли все-таки на принцип. И мы видим, не получилось в очередной раз переломить ход матча Иммортал. Сы что, забыли про Десси? О, привет Фелпсу. Фелпс то же самое делал в первой половине. Что-то зеркальное у нас происходит. Все спиной. Вы видите, что происходит? Вообще не готовы Иммортал с к этому раунду. Ну, эко есть. Эко, ладно уже, черт с ним. Главное, что 10-10. Борьба будет не менее плотной, чем на Мираже. На Мираже тоже 16-14 по итогу выиграли Иммортал. Ну, вот там как-то все было более-менее понятно. Атака доминировала. Дэв пытался хоть что-то взять. А вот тут, как мы видим, качели. Как-то инициатива переходит из одних рук в другие. И ТСМ сейчас могут даже выйти вперед по раундам. Ну, а в этом... Точнее, уже в прошлом раунде Дэси обеспечил квадрокилл. С Мак-10. Тем самым... Оформил. Оформил 7 с половиной тысяч у него было. Он, конечно, решил уже дальше с Маком и не бегать слишком уж. Важен, наверное, каждый раунд. Каждый раунд важен для той, для другой команды. Ну и, кстати, вновь мы видим фирменную закупку без Дефьюз Китов у Имморталз. Такое тоже случается. И, кстати, на Мираже это довольно злую шутку с ними играло. Пять яма. А тут снова один Хенни. Но все-таки смог. Никто его не разменял. Тиммейт дал очень грамотные раскидки на яму. Это Энтри. При этом Хенни особенно не менял позицию. Продолжил играть за тем же уголком по Кафе Элпс, играя из балкона. Сделал минус по самому Хенни. Лукас ответка. Ну что же, уже Хелпа мы видим у Иммортал со всех сторон. Лукас не справляется. Нет, таки перестрелял Дэси. Слишком долго убивали Хенни ТСМ. И такой просто толпой они стояли под ямой. Господи, как они быстро играют. Вот, наверное, нельзя вспомнить любой другой матч, в котором на протяжении уже второй карты команды играли бы столь агрессивно. Ну а пока Дэ... Туннели смерти. Туннели смерти, да. Или мертвые туннели. Так, или просто карта. Ну, нам показывают концепцию, наверное, этой карты, если вспомнить старый Коблстоун, который ввели аккурат перед Кёльном, по-моему, еще 2014 года. Там прохода между плантами вообще не было, и команды бегали прямо через всю карту. Ну а пока Сэмфис нашел легкого Фелпса. При этом не собирается останавливаться, жмет дальше и забирает Лукаса, попадая тут под гребенку. Ну, давненько мы не видели врывов от Лукаса. Нужно, наверное, уже всей бразильской пятерки собираться. Такими темпами одного Лукаса не хватит. Зевс что-то на поиске девайса выдвинулся, забрал АВП. Ну, был один раунд, когда с этим АВП он здорово спас положение. Поэтому сейчас почему бы не сыграть? Ведь Лонг кому-то держать нужно, а с чем его держать, если не с АВП? Нет, Зевс уходит под Чикенхаус. После того, как Хень отстрелил ФНС, он понял, что риск уже не оправдан. Открытие под флешку от Болца, но Сик тут же уходит. Вот тут Болцу нужен хотя бы минимальный размен. Его вообще не начекали Болца. Ай-яй-яй. Еще и третьего надамажил у Реликса 10 хп. Все же 12 раунд должен уходить. Имморталс здесь по всем направлениям Реликс зажат. А обратно в дроп ты уже не, как это, антидесантируешься, не взлетишь. Не получится действительно вернуться. Но он знает про одного снайпера, сейчас узнает и про второго. Вот так все и закончилось. Имморталс таки выигрывает раунд, хотя, казалось, ТСМ имели все шансы. Наверное, минус от Хенни сильно как-то повлиял на их игру. Он из ямы там в змейку как-то попал жестко. Из-за этого ТСМ ломанулись в дроп. Да, все-таки и Болт зарешал. Невероятно грамотно он отыграл этот момент. Занял упорную позицию. Хотя, ну, тут важно понимать, что до этого ТСМ уже туда смотрели. Когда Болт составил дроп-рум, они чекали низ. И поэтому они не ожидали игрока увидеть именно там. Хенни открытие. Ну, увидел ворох игроков. И вот в такие моменты, знаешь, иногда не хватает опыта. Когда ты не можешь вот быстро прицелиться в кого-то одного, выстрелить и уйти. Опытные снайпера все-таки справляются с такими задачами на порядок лучше. Ну, хотя бы не погиб, и то хорошо. Дал инфу. Увидел, конечно, бомб керри. Ну и ТСМ будут халдить. При этом у них, конечно, далеко не оптимальный закуп. Два калаша, три пистолета. Зато имеется кое-какая раскидка. С четырьмя смоками еще шансы есть. Просто отлично. Тут уже шансов будет на порядок меньше, если текущий раунд ТСМ проиграют. Там можно уже включить стилен Виас и тоже форсить в каждом раунде, пока не повезет. Но медленно, медленно играют ТСМ. Бомба пода. Бомба в дуге. Это сплита. Блитвыход. Да, при этом это весьма неплохое решение конкретно в этом раунде. Имморталс отпустили вроде бы дроп-рум, но Хенни готов был. Оп. Ну вот попытались развести это. Возможно, и спасло жизнь Сику, но не на втором выходе. Куда? Тебя ж снайпер смотрит, что ты рассчитывал Хенни вот так развести. У Хенни молниеносная реакция. Он уже это доказал. Кого другого запросто, но не Хенни. Правда, сейчас, пока тиммейт байтил внимание, Сэмфис, Хенни все-таки забрал. Боллс один. Боллс, тем не менее, все-таки останавливает Десси. ФНС последний. Ну и тут, конечно, против троих ему не потягаться. Очень странно, что там делали парни в яме и под рукавом, пока Хенни стреливал всю эту движуху. Вот он. Ну, они там находились. Тут дело в том, что, я не знаю, какой-то несинхронный действительно получился выход. Мы видим, что здесь Хенни уже сделал два минуса, а пацаны на дуге только-только стали в яму спускаться в апдауне. В общем, все плохо. Полный экономический ТСМ, конечно, в No Brain CS они не играют, но 14-й для Иммортал на своей собственной карте, еще и в защите, это хорошо. Что мы видим, начинается с энтрифрага очередная разыгровка. Тут, кстати, в одну линию как-то оказались Иммортал, но это им не мешает. Ну, и ФНС удалось пройти по Молотову, лишившись половины ХП, его тут же забрал Хенни, сам он остался красным. Ну, и, наверное, вопрос времени, когда этот раунд уже будет проигран командой ТСМ. Легчайший прием, при этом все это время давил в спину Болтс. Ну, мы видим, без потерь заканчивается, двух игроков довели до красна. Но это слабое утешение для фанатов ТСМ. И 14-10. Последние деньги у американцев. Есть, конечно, АВП, но вот как-то, наверное, надо Зевса убить. Попытаться выпустить Сэмфиса на длину, и чтобы он расконтролил Зевса. Потому что ломиться на этого бешеного Хенни, по-моему, смысла не имеет. Да, Хенни уже доказал, что он слабо проходим, когда со снайперской винтовкой. Опять достаточно резкая игра. Выход из апдауна на мидл соперника не повезло немного, но попытка хорошая. Навел шороху. Мы видим, игроки ТСМ не особенно активно сейчас работают с рукавом. И, да, возвращаются в респаун. Наверное, рассчитывали на какую-то сверхагрессивную аркаду. Но все-таки в таком ответственном раунде Хенни, понятно, в терриспаун не пойдет. Еще бы мы пойти в терриспаун куда-нибудь. При счете 14-10. И так, проход. Хенни, ну как же ты играешь! Одного пропустил, второму. Дал возможность застрейфиться. И потом, подловив идеальный момент, он сделал этот минус. Но, согласитесь, друзья, далеко не каждый снайпер на текущей просцене вот подобным Хенни образом играет. А Хенни действительно очень серьезно сейчас себя проявил. Фелпса должен этот молотов, по идее, задевать. Ну, потушили. Потеряли одного ТСМ, а что дальше делать непонятно. Ну, вот болт заигрался. А вот видишь, что они делают? Они ждут ошибок. Все-таки, согласитесь, бразильцы ошибок тоже допускают достаточно, несмотря на тот ворох опыта, который у большинства игроков есть за плечами. Ну, и теперь просто открытие в четвером, точнее, втроем из ямы. Один сплит с дуги. Там ВДВ-отряд. Мы видим три игрока в одной позиции. Ну, Хенни все еще живет. Зевс приходит. Да, в два ВП распетляли. Сэмфис есть все-таки ответка. Важно найти игрока за машиной. Это Хенни. Сэмфис, ну куда же ты смотришь? Господи, это был идеальнейший момент, чтобы вытащить эту ситуацию, выйти на один в один и снова промах. Сэмфис, ты что шутишь? Не сегодня. Ну, на Елик, конечно, с таким снайпером я бы не поехал. 15 секунд. Он может еще выиграть на самом-то деле. Хенни. Он дает ему столько шансов. Сэмфис. Да, он дает ему столько шансов, чтобы потом встретить снайпера в упоре с деглом в руках. Квадрокилл от Хенни. Вот в прыжке еще надо было убивать. Хенни так палевно прыгал. Ну, лол, покажут нам. Да, вот это. Ну, ну, по-а-а-а. Снайпер на балконе. Снайпер под балконом. Туда идут три чувака с девайсом и умирают. Это что такое? Это пулемет от Лукаса в решающем раунде. Я не знаю, почему на самом деле у ТСМ калаши. Ну, Лукас пулеметчик от бога, наверное. А вот в дропруме может и сработать. То есть, вот кажется, что девайс дорогостоящий, но некая польза все-таки у него есть. Ну, и сейчас... Не пойдут, правда, в дропрум ТСМ. Выходят просто все гуськом, и бомба умирает. Ну, беги уже с пулеметом, что ли, порадуй нас. Ну, тут Зевс, конечно, не сыграл. Один килл мог бы обеспечить и побольше. Сейчас Фелпс должен вот так вот открываться в спину. Ну, короче, конец немного предсказуем. Нечего здесь комментировать. Уже Фелпс ножом бегает, посмотри. По карте он пытался кого-то найти. ФНС. Давай, давай, с пулеметом убей кого-нибудь. А ты все за пулемет топишь? Да. Он, наверное, типа такое хочет показать. И так. Фэрплей прячется с пулеметом. Не, Фелпс заруинил. В общем, это 16-10. И, ну, весело-весело было. 7 MVP мы видим на Билл Лукас. Это отлично. Фантастика просто. Да, весело было до самого последнего момента, пока бразильцы не выиграли 7 подряд. Все-таки на карте Cobblestone видно было какую-то уверенность. В команде Immortals, а вот ТСМ так и не справились с бешеным снайпером команды Immortals. Итак, какие выводы после первой карты можно сделать? Команда Immortals получает квоту на Элик. Она уже точно будет играть в рамках Лана, в рамках регулярного сезона и так далее. Мы увидели, что это невероятно уверенная в себе команда. Понятно, что Зевс хочет построить. Это такая, знаешь, агрессивная супер-тима наподобие команды СК. По стрельбе у них все так же хорошо. У них есть такой же звездный снайпер. Где-то в каких-то моментах проседает Зевс. Где-то чувствуются вот, ну, именно ошибки в микромоментах. Там при ситуации 1-1, 2-2 и так далее. Но коллектив этот можно назвать многообещающим. Да, парни действительно амбициозные. Мы видели очень быстрый КС на Мираже и на Коблстоуне. Особенно в первых пяти раундах. Бразильцы просто уничтожали все, что видят на своих экранах. Ну и, наверное, все-таки заслуженно завоевали эту квоту. Уже во втором сезоне будут, я надеюсь, все-таки тащить. Но мы с вами не прощаемся, потому что далее нас ожидает следующий матч. СК. Если они не начали, конечно. Нет, через 5 минут по расписанию мы ровно за 2 часа сыграли это Best of 3. СК против Energy, Шакила Нил против Fallon. Да, ну а мы же с Фейди в частности с вами прощаемся. Говорим до свидания. Встретимся на следующих игровых днях и моментах. Но все-таки не разбегайтесь. И спасибо, что вы с нами. Аминь.